Сейчас я скажу, что это такое. Это у нас Гомер, Ильяда, 17-я песня, 49-я строчка. Сейчас я открою ее в приложении, может быть, так легче будет читать. Вот смотрите, 17-я песня, 49. Вот отсюда начинаем. Может, Максим, может, прочитать первые строчки? Я совсем забыл, что это в тихихе. Гаймет, ци, гой, деонто, комай, харитесин, комай. Хомай, харитесин, хомай. Да. Плох мой тхой хрюсо. Смотрите, в слове золота, юпсилон долгий. Плох мой гой хрюсо. Ну, как-то так. Плох мой гой хрюсо. Тей кай арьюр... Хрэс... Фэконто. Да. Ну, давайте переведем. Ну, наверное, сложно, да? Ну, найдите сначала подлежание в номинации. Гой... Нет. Гой – это датив. Гомой ей, комай. Да. Комай, гомой ей. Значит, гомой ей требует датива, да? Да, дативус асокеативуса. Где дативус? Дативус гой харитесин. Нет, просто харитесин. Да. Значит, кома – это волосы, да? Волосы, подобные харитам, а не деондо, да? Это сказуемо. Да. Нуждались. Нет, это не део. Это део. А-а, были связаны. Нет, тоже нет. Део... Ну, я сейчас покажу на экране. Это смачиваться. Быть увлажненным чем-то. Это увлажняться. То есть они... Какое там время? Деон-то. Имперфект. Да, без аугмента только, да, видите, он здесь? Чем они увлажнились? Дативус гой. Этикус. Не знаю. У него, короче говоря. А может быть... Не знаю, в общем. У него, короче, увлажнились кровью волосы. Причем волосы никакие попало, а волосы, подобные харитам. И не только волосы увлажнились, а еще лохмойте. Это тоже переводится как локоны. Ну да, волосы и локоны. А вот это гой. Это уже плюралис. То есть это которые. Волосы которые, локоны которые. Эсфэконто. Но это сложно, наверное. Это глагол такой редкий. Эсфэкоо. Это есть такое слово. Оса. Насекомое. Эсфэкс, по-моему, да. Оса, которая пчела, да. Эсфэкоо, это когда вы волосы закалываете особым образом, так что получается как бы подобие осы. Ну, то есть я даже могу, наверное, нарисовать, да. Я тут еще художник. То есть он как-то, то есть вот так вот, вот так вот, да. А здесь какая-то застежка. Вот здесь локоны, здесь локоны, да. А здесь застежка какая-то, видимо так. В бабочку такую, видимо. Ну, я предполагаю лишь. И это у нас плюс коамперфект, да. Потому что вторичное окончание. Аугмент. Да. То есть которые. Это тут говорится про что? Про смерть. Про смерть травянского героя. Почему плюс коамперфект? Потому что он их заколол еще при жизни. Когда он еще был живой. Что логично, да. Чем он их заколол? Инструменты, да. Ну, золотом и севером. Ну, да. Вот наш вот этот герой травянский. Его зовут, по-моему, Эуфорбус. Эуфорбус. Его волосы у него были подобные хоритам. Увлажнены. Увлажнены кровью и локоны. И локоны, которые были заколоты в виде осы с помощью золотых застежек и зеребряных. Это как-то так. Так, Евгений, готовы продолжить еще две строчки, да? Ну, это как-то. Увлажнены кровью и локоны. Что-то здесь запутался. Давайте здесь тоже уточним. Вот здесь тоже какое-то место непонятное было, да? Вот это Эй, оно сокращается. Ну, это как бы дифтонг, но он долгий. Но он сокращается в слиянии. Я думаю, что вот здесь вот у нас дактиль. А здесь что? Да, здесь тоже дактиль, наверное. Хоруэн ой-ё-поло. Ой-ё-поло. Наверное. Да. Год галис, ана бэбрэхэн юдр. Гон галис, ана бэбрэхэн юдр. Слушайте, а в слове галис там юдр это долгое, да? Давайте посмотрим, что я говорю. Это, знаете, то же самое, что сатис по-латински. Нет, она краткая, смотрите, видите? Давайте посмотрим в этом. Пускай лучше. Так. Это вот эта галис, да? Нет, вроде бы она всегда краткая. Сейчас разберемся, ничего страшного. А здесь, интересно, такой же текст? Такой же, да. Значит. Хоруэн ой-ё-поло. Почему у них йота долгая? Нет. Йота долгая, вроде, да, получается. Хоруэн ой-ё-поло. Возгалис, ана бэбрэхэн юдр. Как вы прочитали. А почему же она ударная? Можно как-то иначе прочитать? Ой-ё-по. Тут слияние, может... Нет ли тут слияния? Хоруэн ой-ё-по лод. Галис. Нет. Ну, тогда еще хуже получается, да? То есть, у нас вот это долгое. Ну, его, да, если просто с конца разматывать, то до йоты в Галис все четко ставится. Хьюдер, бэбрэхэн. Соответственно, на йоту должно падать ударение. Да, должно, должно. А почему оно падает, если оно краткое? А вот, слушайте, а альфа там не сказано про альфа ничего? А альфа тоже краткое, видите? А это может быть другое слово? Это может быть слово Галис что-то? Я думаю, что нет, нет. Нет, в дворецком просто это цитата и приведено. Вот здесь у нас слияние происходит вроде, да? Потому что если без слияния, то N долгие. А с чего это могут быть долгие? Вообще, кстати, N бывает долгие, я даже не думал об этом. Не, ну а как он может быть долгим? Он краткий. Придется так оставить, я не знаю, это загадка какая-то для меня пока. А, ну давайте перейдем, да? Сейчас я вернусь сюда. Вот эти две строчки, получается, мы переводим. Да, значит, Анер... Да, Анер. Трэнши. Да. Анер, в общем, муж кормит... Какого он кормит отпрыска, Эрнос? Ну да, побег какой-то, ветка какую-то, да? Побег, да, видимо, какой-то хороший благородный оливы сейчас. Цветущий, Эритхэлес, по-моему, цветущий побег оливы, да. В земле, в стране, которая сейчас... Это пустынная, по-моему, такая. Сейчас он покажет. Видите, либо полная какими-то овцами, либо там есть второе значение, уёполос. Ну, безлюдная, да. Безлюдная. Хорос, да, безлюдная. Я только не понимаю темологию, честно говоря. Ладно. Там что-то сказано про темологию, да? Ойос. Ойос, это как бы один, что ли, да? Или что? В том смысле, ойос. Один-единственный. То есть, там, где только один пастух, и некого пасти. Ну, я не знаю, как я додумывал. Темологию очень пустынную, ладно. В пустынной земле. Гойен только вначале еще тут было, да? Да. Сейчас, а с кем это? Это с Эрнестом связано, да? Знаете, мне кажется, это подобно тому, как. Вот подобно тому, как какой-то мужик без артикля, то есть, какой-то абстрактный мужик, абстрактный человек, питает, кормит какой-то побег цветущей оливы. Такой странный образ в пустыне, да? Побег цветущий, но вокруг пустыни. Пустынной земле. Вот. Дальше, вот это, смотрите, вот это Годхе, можно это понять как Годхе, конечно, когда, а можно как Годхе понять. Мне кажется, больше Годхе подходит. Где, да? В пустыне? В пустынной земле где? Ну, я уж не знаю. Где, ну, не очень понимаю, как Галис, но, в общем, пьет ключом вода в достаточном количестве, видимо. Да, Сатис, Халис. Да, да. И смотрите, тут на самом деле это незаметно, да? Вот это слово, глагол Трефо, глагол Трефо – кормить. У него есть синоним. Смотрите, какой. Как можно еще кормить сказать по-гречески. Форбэо. Что, нет такого? Я, по-моему, находил. А, не Форбэо, Фербо, извините. Фербо. Вот, смотрите, есть глагол Фербо. Тоже означает кормить, по-моему. Питать, да. То есть, получается, у нас от глагола Трефо у нас от глагольное существительное профэ, да? А от Фербо, от глагольное существительное будет Форбэ. Видите, Форбэ. Это от Фербо. А нашего, вот этого человека, от Роянца, который погиб, и кровь которого стекает с волос, его зовут как раз Эуфорбон, видите? Хорошо спорбленный. Вот так просто к слову, да? От глагола Фербо, который является синонимом Трефо. Вот. Ну, ладно. Максим, продолжите, там две строчки еще, да? Смотрите. А, как он телет хаун то? Нет, телет хаун? Телет хаун. А почему тот это? Они разве длинные? А почему вы постоянно ударяете на два соседних? Так нельзя делать в экзаменах. Телет хаун, тот уже нельзя ударить. Да, да. Я пока просыпаюсь от спектра многодней. Понятно. Смотрите, видите, пне? Видите, пне двойная согласная. Ну, не двойная согласная, а две согласные, да? Перед ними е удлиняется. Отец. Калон телет хаун, тодет те, пне яй донеусия. пантою пантою нанимон вот здесь двойная согласная а дальше смотрите дальше сложно дальше дальше происходит слияние вот это и в слиянии сокращается поэтому может повторить все вместе ну да значит смотрите помощь нас было слово эрнус она склоняется как генос она среднего рода поэтому ты прилагать на видимо значит хорошо скоро малинный да значит колонна это видимо прилагательная а талитхаун это не прилагательная это причастие от глагола талитхау значит свести до окажется я думал что это что-то семантикой отдаленности даты ли но тут нет вроде бы нет до цветущие красиво цветущие что ли да побег даре красиво цветущий да так и что дальше подлежащие подлежащие то нет но я и но я и и донеси 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 тут типа трясти я не знаю вообще это считается довольно известным куском из илиады то есть про него пишут что это очень красивый обычно донеси а вот он кстати видите вот это место эрмос элайт то есть получается 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 что вот эти пнои то есть эти как бы дуновения и дуновения т да еще есть и дуновения колышат то это акузатив его его стоит то это вместо вместо ауто его же и дуновения колыш дуновения чего разнообразных ветров да и дальше смешно написано кайты да ну неважно кай да и теперь давайте брю посмотрим брю это что-то типа свисти по-моему да да свисти вот расцветает и расцветают яблони яблони да что тут расцветает а анха и левко да светлым цветком ну да белым цветом каким-то чтобы это не значило это надо надо просто понимать как оливы растет я не очень понимаю но это видимо хорошо когда на белом цвет так евгений прочитаете да еще две элтхан дэкса пинэс анемосион лайлапи полы 種 ваттру тэктекс с трэпсэ блаттру тэдзэ стрэпсэ угу тает цепь нуск спигае нг отлично да вот это слово красиво юлпп лалапи мы когда-то пытались переводить на греческий язык пушкина это буря мглой и небо кроет. И мы там используем это слово Лайлапс, я помню. Типа как буря, что ли, да? Вот. Ну, ладно. Экзопинос – это то же самое, что эксайфнес, это внезапно. Ветер придя... Ветер придя внезапно с большим вот этим с бурей, наверное, да? Да, с сильной бурей, можно так сказать. С сильной бурей, с мощной бурей. Сейчас, вот раз забыл. Это вот экстрефу – это что-то типа... Витя выковыривать, выкорчевывать, выкорчевал Рут Апфром. Выкорчевал кого? Наш побег? А это, видимо, генетивус сепратионис, может быть, откуда? Ботру. Ботрус. Ну, от... Сейчас. Он с тетой или с тау? А, нет. Из углубления. С тетой. Ну, как бы, из ямы, в которой он растет. То есть, там, наверное, будет наше место сейчас какое-нибудь. А, нет, нет этого наше места. Видимо, если глагол поискать, вот этот редкий глагол, там будет наше место. экстрефо. Вот, видите, дендрон, тут дерево, правда, написано, да? Ботрус. Выдергивает дерево из ямы. Ну, тоже надо понимать технологию, наверное, разведения оливковых рощ. Вот. Выдернул только в ауристе, да, вот из ямы наш побег. И что сделал? Эк-сет, Эк-сет, давайте тоже посмотрим. Эк-таню, ну, можно уже догадаться, да? Сейчас. Вытянул. Эк. Давайте сначала Таню посмотрим, просто очень интересно, да? Таню это похоже на Тейну, да, по сути. А здесь Эк-таню, то есть, да, как-то он может распластал как-то, нет? Ой. Растянул, вытянул. Да. А вот, вот, повалил, видите, дендрон и пигай ее. Ну, как хотите, как хотите. Повалил на землю. Пигай. То есть, он стоял вертикально, а он его как бы распластал, повалил горизонтально на земле. Сломал, по сути дела. Так, Максим, вам остаются, видимо, последние две срочки, да? Почитайте. следите за долгими, да? Тойон, панку, юйон, эу, милли, эм, эуформанта. Атридес, атридес, пенелаус, Эпэйктанетэвхэйсюла. Эпэйктанетэвхэйсюла, да, Эпэйктанетэвхэйсюла. Так, видите, глагол. Давайте с подлежащего, вот подлежащая, да? Минилай, герой. Минилай Атрид. Да, да, Минилай Атрид. Он, да, тут маленькое подлежащее, ой, маленькое предаточное такое, Эпэйктанэ. Эпэйктанэ, когда он Ктанэ? Ктанэ, когда он убил. Да, это без аугмента, это без аугмента Аориста, от Ктэйна убивать. Когда убил, или после того, как убил, кого убил? Вот этого, Тойон. Такого вот. Такого вот сына, Пантха. По имени Элфорб, да? Да. Элфорб. А это, видите, вооруженного попьем у Дворецкого, даже, Ясеневым. Написано. А, ну, прекрасно, да. А где Ясень? Вот здесь где-то Ясень, да? Как будет Ясень? Я не помню, как быть Ясень по-гречески. Ну, ладно, в общем, такого, воин был непростой, элитный такой. Вот такого, вот такого вот, вот такого вот, вот сына Панфия, Элфорба, вооруженного таким вот копьем, Менилай Атрит, когда убил, он его, вот главный глагол, эс, Сюлау, знаете, такой глагол? Ну, он даже в учебниках появляется. Сюлау, это типа грабить. Где-то он там у Вольфа есть, или у Казаржевского. Ну, не просто грабить, а когда с мертвого солдата снимают, победитель снимает доспехи. То есть, он снял с него доспехи. Ну, он имеет право, как победитель, с него забрать доспехи. Давайте сейчас, я быстро все повторю, да? Могу сейчас, секунду, а то все немножко рассыпалось, и мы пойдем дальше прочитать. Так, вернить давай. Значит, дайте сотруйту гадость сейчас. Значит, волосы у него кровью увлажнились, волосы подобные каритам, и локоны тоже увлажнились, которые он уже до этого, когда был живой, завязал с помощью золотых и серебра, и серебра и золота в виде асы, да? Гой он дэ трэфэээрнус, анэр эритхэлэсэлээсэлээс, хюроэн ойё полё, госхалис, анабэбрэхэн юдэр. Да, и словно словно пабек человек вскармил цветущий ветку аливы в пустынной земле, где в достаточной степени льётся вода. Какой пабек? Пабек красивый и цветущий. А тут по-другому написано «тодэ», но неважно. И его дуновение разнообразных ветров колышет. А он, тем не менее, цветёт. Кстати, обратите внимание, его ветра колышет, а он всё-таки цветёт. Я думаю, что этот Кай можно понять как Кай адверсативным, несмотря на то, что такое бывает, кстати. И тем не менее, да, Кай, он цветёт белым цветом, несмотря на сопротивление. И внезапный ветер пришёл с сильным ненастьем, с сильной бурей, и выкорчевал его из ямки, и распластал его по земле. Тоем пандху И такого вот сына Панфия, вооружённого ясеневым каким-то орудием, эуфорба, Менелай Атрит убил, а когда убил, снял с него оружие. Вот примерно так. Ну всё, тогда теперь Евгений, да, начинаем 27-ой читать. Где точка? Вот точка, да, пожалуйста. Тагар гестерумена перетесен мекенэс анакеменэс сён трой троикой сила фюрэстэ аргэя гэраэу форбэту флюгмус тута аспидас паремен по спаню дэ модэ. Сложно. Ну вот я пока я понимаю вот это большое но это либо дополнение будет либо подлежащее какое-то исследование гестерумена Я думаю, что это дополнение прямое дополнение потому что есть глагол вот видите глагол в личной форме переходный глагол он не очень сложно его заметить конечно тут паремен смотрите это глагол гемия с приставкой да ну как бы посмотрим это что-то типа отбрасывалось по-моему можно понять так здесь да опускать время да то есть можем как бы за скобку убрать но в каком смысле не очень понятно мы опускаем оставляем за скобками мы это это мы это порфирий да сам который пишет это как в диссертациях мы там вот гестерумена это сложно очень на самом деле понять это понятно что это глагол гестерео вы знаете да есть глаголы я просто сейчас этим немножко занимаюсь есть глаголы обозначающие разные как бы регистры повествования вот есть смотрите у нас есть глаголы какие гестерео так гестерео да кажется так да видный глагол эо гестерео это то что вы исследуете то есть это более менее некие объективные данные они могут оказаться ложными а могут оказаться истинными но их можно фальсифицировать и как бы верифицировать так сказать да потом у нас есть глаголы смотрите какой мюдхео мюдхео от него слово мюдхоз он обозначает что он обозначает события описание событий которые ну неправдоподобных каких-то помните у нас у нас был рассказ про то как мать мать платона зачала сына от лебедя вот это мюдхео да историо это то что допустим у платона платона был сад который он купил в афинах сад академа это вполне возможно да даже какие-то останки этого сада остались до наших дней да возможно или то что у платона одним из родственников был салон знаменитый да это хисторео это описывается глагол хисторео это вполне себе возможно так оно и было но это может оказаться неправдой но это вполне возможно ничего удивительного нет история с лебедем это мюдхео а еще знаете какой глагол есть смотрите есть глагол пласо пласо от него есть слово плазма плазма не медицинская плазма которая в крови там где-то находится сейчас по-моему так оно пишется все проверю что такое плазма а нет я неправильно написал с острым ударением плазма как прагма ну конечно как прагма плазма плазма смотрите это вымысел но он отличается от мюдхоса чем тем что плазма это события вымышленные но вполне возможные то есть допустим представим себе что Платон никогда не ездил в Сиракузы это вымысел плутарха допустим или еще кого-то но это же возможно это же не история про лебедя который выступил в роли отца лебеди никого не благотворяют наших женщин земных а то что Платон мог ездить в Египет например или Сицилию или Пифагор ездил в Сицилию это вполне невозможное событие но при этом это не значит что оно действительно было возможно это просто выдумка а вот гистерео это самое объективное из того что может быть то есть гистерумена это то что стало объектом некоторого объективного исследования вот как это переводить я не знаю честно говоря ну может быть так и просто исследование переведем ну может быть да то есть мы опускаем исследование о чем о том что было посвящено выставлено не знаю в Мекенах да наверное а на Кейме это посвящать да может быть вместе с троян с троянской добычей да сейчас что было выставлено с ним аспидос вот смотрите да да вот смотрите самое сложное место здесь это слово аспидос потому что аспис он женского рода и вот этот тез относится как раз к нему на самом деле а все что посередине это по сути дела атрибутивная позиция то есть мы опустим некие ну давайте называть это фактами может быть какие-то или какие-то сведения сведения я уж не знаю о чем о щите о щите и вот это это тоже с щитом согласовано да о щите который был ну пожертвован что ли да в микенах как вы сказали вместе с троянской добычей кому пожертвован да герри аргивской да а щит был кого вот этого самого эуфорба фригийца да а фрикс это синоним синоним троянца да то есть можно сказать троянца да это мы опустим да про этот щит а дальше вот это еще загадочное выражение госпанию де моде поскольку может быть мы это может быть мы это опускаем как весьма популярное в смысле это и так это и так весьма народно и известно поэтому мы не будем об этом рассказывать да я думаю да 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 ут вульгария да как общеизвестная некая зачем писать о том что и так всем известно да я согласен так Максим продолжите да досюда да да Да, 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 Эфасон, да, Феми, да. Говорили. Говорили, да. Что... Знаешь, акузативского инфинитива, да? Надо найти акузатив. Да, что Диабаник, наверное, он, пройдя со многими товарищами. Проходя, в настоящее время, проходя, да? Да, да. Каукас, он потом... Почему-то... Да, почему-то Кавказ называется рекой, если я правильно понимаю, но Кавказ – это не река, это вроде бы гряда, ну, скорее, горная, да? Хотя надо Литлоскота посмотреть, да, может быть, где-то река какая-то еще была с таким же названием. Это странно. Регион. Вот, регион. Ссылка на Геродоту только почему-то. Ну, может быть, просто какую-то Кавказскую реку. Ну, пускай. В этом регионе. Пускай будет Кавказская река, значит, видимо, какая-то горная, да? С многими товарищами, как вы сказали. Проходя, он когда-то... Что сделал? Просто Айпэй, да? Он когда-то сказал. Вот видите, не просто сказал. Обратился. Не просто Легу, а просто... Кому? Товарищам, да? Угу. А как бы там Сюн стоит с товарищами. Он ехал с товарищами. Ну, в смысле, переходил с товарища. То есть... Давайте по-русски посмотрим, как это... Получается просто Легу. Как бы он прибавил, как бы, скорее, да? Вот вроде. Не просто сказал, а как бы добавил придачу. Вдобавок. Вот сверх того. Вот сверх того добавил, да? Обратился с речью. Заговорил. Ну, непонятно. Ну, заговорил. В общем, что-то сказал. Угу. Не очень понятно. Угу. Ну, не знаю. Дайте, что в латынском языке написано. Аллокутум. Не просто локвор. Аллоквор. Что-то я не помню, что это значит. Сейчас я проверю. А... Сейчас. Сейчас. Ну, то есть... Не просто локвор, а локвор. То есть он... Ну, то же самое заговорил. Обратился. Не сказано, кому. Может быть, у него просто такая... Бессвязная речь началась какая-то. Религиозный такой порыв возник. Может, он запел. Может, не знаю. Так. И смотрите. Тут еще один глагол речи есть в ответ. Да, видите. Я тут заговорил. Порсейпэйн. А... Ну, как-то прозвучало в ответ. Так. Подождите. Переведим. А какой-то глагол. Апофтэнгомай, да? Да. Творецкий говорит. Прямо классно объявлять, возвещать или звучать в ответ. Ну, он отложительный, да? То есть река ответила. Ну, да, да. Река ответила. Заговорила. Что она сказала? Сказала, привет, Пифагор. А вот это гигонон, ты кайтронон. Да. Значит, река, она... громогласная. Громогласный как-то явственно ответила. А, вы думаете, это наречие, да, гигонон? Да. Ну, может быть, это и прилагательное. Согласованное со словом эпос, которое пропущено. Например, да. Произнесла какое-то ясное, громкое и ясное слово. Ну, пускай громко и ясно ответила, да. Так что все услышали. Так что все слышали. Генетивус абсолютно, видимо, да. При том, что все слышали, да. Привет, Пифагор. Так, ну что, тогда Евгений, да? Так, где точка? А, в конце точка. Да, давайте. Спасибо. 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 В общем, в тот же самый день. Да, тоже. А вот что такое миа, понятно, что значит миа. В один, как бы, один и... Это для усиления, да, по сути дела. В один, причем тот же самый, да? В один и тот же самый. В Метапонте итальянском и в Таурумении сицилийском. Секунду, тут важно, что Т еще есть. Не просто Кай, а Т. И там, и там. И в Метапонте, и в Таурумении сицилийском. И там, и там. В один и тот же день. Это Сюнгигнамай, да? Это да, но это инфинитив, понимаете? Вот, видите глагол в личной форме? Дяби Баюнтай. Да, это подсказуемый, а вот подлежащий. А подлежащий тоже видите, да? Сейчас. Схидон гапантас. Да. Чип почти все. Да, почти все. Давайте посмотрим. Странный глагол. Нет, давайте лучше. Все, в Дорецком посмотрим. Беба. Вот он. Он слитный и отложительный, кроме того. Решительно утверждает. То есть почти все решительно утверждают, да? Почти все решительно утверждают? Ну, вроде так. Что? Сейчас. Одновременно, в один и тот же день, в двух городах, Метапонтии Италийском и Тавремене Сицилийском, сошлись и разговаривали. Не, наверное, Пифагор. Наверное, Пифагор. Сюнгигнома, ну, как бы он, мне кажется, сообщался скорее, да? Или что он делал с Сюнгигнома? Блин, сейчас. Ну, встречался, я не знаю, да? Вступал в беседу. И это диалегума, да? То есть я общался... Я общался с товарищами. Кайне не совсем понимает. Это дати в усмоди, что ли? Дати в усмоди, да. Куйне... Ну, это по-разному можно понять. Может быть, как бы, прилюдно. То есть не то, чтобы он где-то там это делал за углом. Ну, куйне сейчас посмотрю. Публично, видите, это может означать. А может означать и... Не знаю. Ну, то есть, мне кажется, тут речь о том, что все это видели. Что это не было тайной. Что он... Тут о чем говорится? О том, что Пифагор умел раздваиваться. Он умел быть сразу в двух городах. Одновременно. И все это видели, куйне. Кажется, вот так вот. Как бы, да? Куйне. Согласен, да. Публично. В общем, почти все говорят, что утверждают, что он одновременно явился в двух городах. И, в общем, связался и разговаривал публично с товарищами, пришедшими, видимо, из разных мест к Екатероте. Ну, вот это не из разных мест, вы знаете. Это из обоих мест, по-моему, скорее. Это не... Поточнее, да? И с той, и с другой стороны, видите. Ну, то есть, это они... Еще раз подчеркнуть, что они были из разных мест. То есть, один из города Метапом, Понти, а второй из Таврамея. Хотя, вообще-то, и той, и другой находится... Так, тот первый в Италии, а этот в Сицилии. Ну, ладно, да, все-таки в разных местах. Мне кажется, это имеется в виду, что из двух, как бы, городов. Вот. Оттуда и оттуда. Да. Но это не то, чтобы они пришли в одну точку из двух городов, а он был в двух разных точках одновременно, как я понимаю. Или нет? Нет, мне кажется, что это товарищи, которые пришли... Ну, в общем, две группы товарищей. Он разговаривал, как бы, одновременно с двумя группами товарищей, одна из которых собралась в одном месте, а другая в другом. Ну, да, я тоже так понял. Так интереснее просто. А у ту просто его товарищи, да? Так. А теперь Юпархонтон, что-то я не совсем понимаю. Юпарха — это либо начинать, либо причинять, либо иметься в наличии. Ну, это как бы глагол «существовать». Я думаю, да. Да. То есть, при том, что... Я думаю, что это этот самый, как генетивус абсолютус. При том, что промежутки было много стадий и, ну, как бы, имеется в виду расстояние. Имелось много стадий и по земле, и по морю. Ну, да. Ну, Сицилия — это остров, а Италия — это сапожок тот самый, да, нам известный. Естественно, там надо ехать, да, и по морю, и по земле. Очень много помполон, да, очень много стадий. Вот тут интересное слово, вот это, метаихмио, да, это что? Знаете, есть такое слово? Айхме. Айхме — это наконечник, по-моему, да? У Гомера тоже встречается. Ну, не только у Гомера. Айхме. Вот, наконечник копья. Ну, Геродот, я помню, тоже его. Наверное, у Ксенофонта он и есть. То есть тут о чем речь идет? О том, что есть как бы две возвышенности, да? Ну, грубо говоря, вот Москва, да? Москва там, да? И вот, точнее, Питер, да, допустим, здесь, а здесь Москва, да? А речь идет о том, что расстояние вот между ними, да? Между двумя возвышенностями, видимо, да? Между Сицией, ну, там между двумя городами, короче говоря, обстояние. Очень много стадий. По морю и по суше, да? А дальше вообще какое-то сложное место, потому что дальше вот это сложное слово стоит непонятно. Оно в силу. Его нужно смотреть в Литл Скотте, потому что если мы посмотрим в Дворецком, оно ничего не даст. Сейчас, смотрите. Да, это, видите, полезный, полезный, это этот глагол, это, ну, ну, да, сейчас вот смотрите, это, ладно, неважно, от какого это глагола. В общем, это, это не полезный, это не полезный. Сейчас покажу в Литл Скотте, смотрите. Это, видите, ссылка на наше сочинение, Порфирий, жизнь Пифагора, параграф 27, видите? Это capable of accomplishment. То есть способ, ну, как бы, как это перевести, то, что нужно проделать, расстояние, которое нужно проделать, я так это понимаю. Ну, я примерно так и предчувствовал. Да. То есть такое расстояние, ну, а Нью-Симон, это, я так понимаю, с стадии он согласованно. Да. То есть это стадии, которые не, как бы, предназначены для того, чтобы их, видимо, преодолеть, даже, может быть, за многие дни. Да, да, наверное, так как-то, да. То есть даже за многие дни. То есть, а чтобы преодолеть, надо не просто много, а очень, видимо. Очень-очень много. Так. То есть это такая гипербола, по сути. То есть любое расстояние можно преодолеть, понятно, да? Но даже за многие не преодолеешь. Так. Ну что, Максим, продолжите, да? Начало 28-го. Ну, Мангару хочет тонн Мэрон, хрюсун, эпэдексен, абариди, абариди тонн гипербореон, и касэнчао тонн Аполлана, эйны тонн гиперборэсис, и хупер энн ереус, во абарис, неба юнта гостута лэтхэс, тэт хрулэтай, тэт хрулэтай. Так, ну, начнем сначала с эпэдексен. Да, извините, я сейчас просто... Извините, я, кажется, ты понял, какой там глагол был? Сейчас, извините, да? Значит, смотрите, там был глагол аню, вот. Вот глагол аню, вот. И у него есть, сказать... Вот, у него, кстати, есть такая семантика, видите, проделать, совершать, проходить. Даже слово стадиус есть, смотрите. Хелиус стадиус из путарха, да? То есть такое расстояние, которое нельзя проделать даже на много дней. Да, эпэдексен, да, эпэдексен. Какой ты глагол? Эпэдексен, а это... Да-да. Да-да-да. Значит, кто-то показал. Только вы начали переводить предаточное сразу, да? Которое с Готи начинается. Я не заметил даже так. В самом конце предложения есть странное слово. Ты тру литый. Наверное, с него надо начать. Я только не очень понимаю, почему здесь две лямбды. Почему здесь две лямбды. Понятно, что это перфект. Да. И есть только один глагол такой. Трюлео. Но он с одной лямбды. Я не знаю, почему он две здесь написал. Трюлео – это болтать, на самом деле. Разбалтывать. Ну, если угодно, разглашать. Вот смотрите, ссылка на Платона. Да, то кой нон, то кой нон кай трюлюминон, да. Всем известно и всеми повторяемо. То есть, опять же, то, что на каждом заборе написано. А вот здесь, кстати, тоже перфектная форма с одной лямбдой, а здесь с двумя лямбдами. Я не очень понимаю, почему, честно говоря. Ссылка на Плутарха. Трюлюминус аей логос. То есть, слово, которое всем… Такая пошлая фраза. Пошлая в том смысле, что всем известно. Избитое, да? Избитое. Вот. Общее место, да? Трюлюминус. Здесь у нас перфект. Трюлютый. То есть, как бы, на каждом заборе написано, опять же, да. Это уже разбалтанно. Да, да. То есть, всем известно. Не секрет, да? Не секрет. И, видимо, теперь нужно вернуться к началу предложения. Томэнгар, да? Значит, оговорено вот что. Да, всеми рассказано, всем известно. Вот что ведь. Гар, ведь вот. Да. То, что он показал. Кто показал? Прямое дополнение. Ну вот, смотрите, с артиклем даже, да? Показал, да, да. Вообще, это Бетро переводится. Бетро. Ну, вы знаете историю про золотое Бетро Тифагора? Нет, я забыл. Или не знаю? Ну, об этом говорится, кажется, у Диогена Лаэрца. И над этим все смеялись. Даже вот мы читали в прошлом году диалог Лукьяна. Там как раз продают философа золотым бедром. Там тоже он над этим смеется. Пришел философ на продажу, у него там золотая нога. Ну, это признак божественного происхождения Пифагора, да? Показал золотую ногу, золотое бедро. Кому показал, да, тебе? А париду, гиперпариду. Да. Еще один датив. Айка, Станте, только это причастие, да? По конъюнкту. От глагола Айкадзу, ведь. Идем, да? Айкадзу. Айкадзу. Да, и кальцу вроде бы изображать. Еще уподоблять. Ага. Сравнивать, да? Сравнивать. Еще предполагать, смотрите. Вот. Я не знаю, как лучше. Который предполагал, либо уподоблял, либо сравнивал. Ну, наверное, предполагал. Потому что, видите, дальше после Эйкастенти стоит акузатиловского инфинитива. Аутон Аполлона Эйны. Который содержит в себе дуплекс. Да? Внутри, да? А равно Б. Который предполагал, что Аутон, то есть кто? Пифагор. Есть Аполлон, который в Гипербореях. Не знаю, что это значит. Я тоже не знаю. Но это, видимо, разновидность Аполлона. То есть Аполлон и Гиперборея. Чей храм, может быть, находится в Гипербореях? То есть не Дельфийского, а другого. Может быть, так? Ну да, вот. Вот видите. Аполлона Эйкастентина. Аполлона Эйкастентина. Аполлона Эйкастентина. Ну, наверху, да. Так и дальше. Да. Значит, наверное, от которого был какой-то священник Аборис. Именно. Знаете, Пэр. Видите, Пэр? Да. Именно которого. То есть вот этот Аборис, которому он показал ногу золотую. Именно этого святилища жрецом он и был. Вот именно конкретно вот этого Пэр. Гу-Пэр. Именно. Да. Он был не жрецом там какого-то храма в Афинах или в Дельфах, а именно вот этого. В Гипербореях. Да, он и был священником, да. Да. А утверждаю, что это есть истина. Сейчас только я не понимаю, Бибаюн так и молотнусь. Да, непонятно. Но это, видимо, было подлежащее. То есть, смотрите, Эпэ Дэйксон, это сказуемо, видимо. Да, в начале было. А Бибаюто в виде причастия, это, видимо, подлежащее. Что он, как бы, ну, доказывая, что ли, доказывая, показывая, что это правда, а что правда, что он и есть Аполлон. Он, этому абориду гиперборейскому, который предполагал лишь, что он Аполлон, гипборид, который является жрецом того самого храма в Гипербореи, вот он ему, всего лишь, только лишь предполагавшему, он ему доказал, что это истина, каким образом? Показав золотое бедро. И вот это, Том и Ангар, это же ведь всем рассказано, все об этом знают. Вот такая структура предложения, видимо. То есть, видимо, видите, получается, что аборид, видимо, если я правильно понимаю, он под каким-то признаком уже полагал, что перед ним сам Аполлон стоит, а не просто философ. А он, чтобы утвердить его в этом мнении, что это является так и есть правда, что это гостуту алитхэс, он ему показал эпидексен золотую ногу свою. Ну, вроде так. Нет? Возражения? Да, вроде бы так. Я сейчас... Бипаёву еще раз пришел. Ну, Бипаёву это доказывать может означать. Ну, я подумал, что не Платон утверждал, что он... Пифагор, Пифагор. Да, что не Платон утверждал сам, что он сын, что он Аполлон, а что он, показав этим действием, доказал или подкрепил к мысли или предположения вот этого Абориса. То есть, он сам... То есть, у него не было цели доказать, он просто случайно подкрепил, да, вы сейчас хотите сказать? Да, возможно, так. То есть, нога задралась случайно ветром, да? О! Ну, как бы это особо... Нет, ну мы сейчас что? Мы же не будем спорить, а какой здесь оттенок значения глагола Бипаёву, да? Я просто... Бипаёву это именно не доказывать. Как раз эпидеи к нему скорее доказывать. Абибаёву это утверждает, это делает твёрдым. То есть, он закрепил, усилил, усилил это мнение, усилил ощущение того, что это правда, показав случайно, не случайно... Вот, видите, конфирмарит, конфирмация, знаете, понятие, укрепил, да, подтвердил. Показал, да, у стенда. Ну, так или иначе, он это показал этим жестом, да? Обнажив золотую ногу. Так, Евгений, ты читаете тогда, да, до конца двадцать восьмой? Кайгоцине оска та плеусас кайтон филан эухоменан, така мидзомена генестхая у тоиз го пютагорос, эйпан, го пютагорос эйпан, эстэй той нон гюмин некрос, генаус ката плюусан, эхусан некрон, мюрия дегетера та умастотера, каэта и уотера перитандрос, гамалос кай симфонос эйртай, хозда хаплос эйпэйн, кай уданос гюпэйнуэте плээйна уда пиритутара. Ну, давайте с подлежащим. Начнем сказуем его, да, чтобы не запутаться. Ну, на восподлежащим. Не, неос – это генитив. Генитив, я понял. Тогда это... Сейчас. Все, это генитивус абсолютус такой, мне кажется. Ну, катагорос эйпен. Ну, да, да. Пифагор им сказал, поведал, видимо, значит, при... Сейчас. Комендзомены – это пребывающее? Может быть, будущее? Не знаю. Как Комендоз? Видите, тут важное слово то есть это логическое сказуемое в генитивусе абсолютусе, да? Тут даже два генитивуса абсолютуса, да? Кайготе, и потому что, да, корабль подплывал, это корабль в генитиве, да, как вы понимаете? Да. И друзья... Да. И друзья молились? Друзья молились. как бы... Весь... 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 Да, да, да. Чтобы... О том, чтобы... Та комендзомена генесткой... Генесткой какой-то... Осталось, случилось... Сейчас... Это глагольное... Снова, значит... Аорист. Аорист, да, аорист. Комендзомена... Ну, помните глагол комидзу? Это доставлять, да? Да, чтобы случилась доставка. Да, да, что-то типа того, чтобы случилась как бы... Прибавка как бы в чем-то, да? Вот есть даже такое слово комиде, да? Смотрите, многозначное комиде, это... Вот, подвоз, например, да? Доставка, снабжение. Что-то хорошее там. Вот я сегодня, кстати, в Яндексе получил посылку. Комидзу. Комидзу надо доставлять. То есть, что бы у них прибавилось в их запасах? Ну, плывет корабль, да? Это может обернуться пиратами, а может обернуться, наоборот, тем, что им что-то привозят. То есть, о том, чтобы... Они просили о том, чтобы, в общем, у них прибавка была. И Пафагор им сказал, да? Да, он им сказал, пусть будет... Нет, не пусть. Это просто будущее время. Будет. Эста, это просто будущее. Понял. Что это получается? Вам сейчас случится мертвый? Ну да, будет у вас в доме покойник. Да, какая-то пословица, видимо, зловещая. Будет у вас следовательно покойник. Не знаю, почему. Не знаю. Так. Корабль проплыл с покойником. Но это был этот самый, видимо, какой-то как катафалк водный. Да. Ничего вам не напоминает? А, кстати, вот история про два города вам ничего не напоминает? Я все-таки думал, не мог ничего вспомнить. Про человека, который одновременно в двух городах одновременно функционировал. Какой-то, может, фантастический роман, я не знаю, да? Нет, ну, наверное, потом это пошло, действительно. Может быть, и в какой-нибудь «Тысяча одной ночи» что-то похожее есть. Угу. Вот. А чтобы какой-то, какой-нибудь древний прям сюжет такого не вспоминается, ничего. Ну да. Не, ну почему древний, да? Это же вот это... Порфирий – это поздний автор относительно. Это уже Римская империя, да? Так. И катафалк, да. И корабль подплыл, имеющий мертвеца, да. Значит, и что еще? Эйротай, да, у нас... Какой-то глагол. Эйротай. Не, это Лего. Должно быть. Это Лего. Обычный наш Лего говорить. Где он тут? Вот видите, Эрика, да? Это я сказал. Ну, то есть, что-то типа рассказывается, говорят, да. Я думаю. Точнее, это в перфекте, то есть, уже рассказано. То есть, опять же, со смыслом, что все знают. На каждом заворе написано. В каждой биографии Пифагора об этом написано, да? Я думаю, так надо понять это. Эйротай. Мюрия Ветера. А у нас 100-то. Тысячу других, в общем, чудеснейших и божественнейших вещей касательно этого человека, этого мужа. Да, это... Все понимают, да. Максим понимает, что такое Тандрос, да? Тандрос – это Тандрос. Это просто... Да, просто это не совсем очевидно тут, да? Это тут просто Тандрос в красисе. Вот об этом конкретном человеке, то есть, о Пифагоре, да? Да. И гомолос кайсюфонос. Ну, как-то вместе и в порядке. Да, и созвучно, да, как-то. То есть, это, видимо, такой критерий истинности, да? То есть, если в разных местах рассказывают одну и ту же басню, значит, она была в реальности, да? Вот так. Значит, так оно и было. А дальше... А дальше это выражение еще, да, такое разговорное. «Хос доплоса и пейн». Похоже, знаете, такое выражение «Хос эпоса и пейн». Так слово сказать. То есть, это что-то типа, знаете, ну, одним словом, или короче говоря, или проще говоря, проще говоря, наверное, значит сказать. Ну, и в общем-то, проще говоря «Хос доплоса и пейн». Наверное, так можно сказать. Дальше смотрите. Видите вот это «Юпиноэтха»? Понимаете? «Юпиноэо», мне кажется, аористный, пассивный... Да. Аористный пассив. Аористный пассив, да. Пассив. Пассив аориста. И никем... Да. Никем не предполагается, не разгадывается... Почему никем? Подождите, это же не ауторист. Это же не «Юпоуденос», это «Катауденос». Ни о ком. Ни про кого. Ни про кого не рассказывают, не предполагают, не догадываются большего. В общем, ни про кого нету большего количества загадок. Да, большего. И к тому же «Перритотера». Ну, как бы, более мощных «Перритосос». Я думаю, более странных, более необычных «Перритотера». «Перритотера». Ну, таких незурядных. «Перритотера». Вот, «Перритос», да? «Чрезвычайных, замечательных, особенных, каких-то небывалых. Большего количества небывалых историй ни о ком больше не предполагается. Не предположено, да? Вот как-то так. Так, ну, я предлагаю сегодня закончить. Я, честно говоря, забыл, что с ним чтение. Я даже особо не готовился. А в четверг предлагаю тогда, может, побольше почитать. Хорошо? Хорошо. Тогда прощаюсь. Спасибо.